Добрый день. Александр Ильич, здравствуйте. Добрый день. Опять наша животрепещущая тема коронавируса. Он не сдает свои позиции. Расскажите, как обстоит ситуация у нас в больнице. На сегодняшний день по всей стране, да и области, и в Пушкинском районе, конечно, не исключение, отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Мы сейчас говорим по-разному, либо о продолжении третьей волны, либо о четвертой волне. Но на сегодняшний день для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Московской областной больнице развернуто на базе терапевтического нашего корпуса, это 11-й лечебный корпус, вновь развернуто полностью корпус под ковидную инфекцию, 140 коек. А Шукинский стационар, где мы открыли дополнительно 40 коек для лечения пациентов, которые с легким течением заболевания, либо выписанных уже, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, надолечивании, переведены туда так называемые. И 80 коек открыто на базе Ивантеевской городской больницы. Итого на сегодняшний день получается у нас 260 коек в Пушкинском городском округе открыто под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. А что по статистике, хватит этих мест для заболевших? Ну мы не одни, мы работаем в системе здравоохранения Московской области, и министерством строго отслеживаются эти вопросы, постоянно ведется мониторинг наличия свободных коек, и по решению Минздрава в случае необходимости постоянно разворачиваются дополнительные койки. Если будет такая необходимость в рамках Минздрава Московской области, мы готовы также разворачивать дополнительные койки, если возникнет такая потребность для оказания помощи пациентам. Это уже дважды было. Мы кроме 11-го корпуса в первую и в третью волну мы разворачивали еще дополнительно 9-й лечебный корпус наш под ковидную инфекцию, это дополнительно еще 60 коек. Но пока в настоящее время такой потребности в Московской области пока нет, поэтому мы в готовности всегда, но пока нет потребности, мы продолжаем оказывать помощь в этом корпусе в соответствии с теми целями, которые стоят перед отделениями, которые там находятся. Кто наиболее подвержен заболеванию? Кто в зоне риска? Наверное, об этом уже говорилось много раз. На сегодняшний день, начиная с первой волны, ничего здесь не изменилось. Основные факторы риска, которые значительно утяжеляют течение заболевания, это, конечно же, наверное, среди основных можно отметить сахарный диабет, избыточная масса тела, наличие тяжелых хронических заболеваний, особенно если это заболевания легких. И, к сожалению, это наши самые уязвимые жители, это люди, так называемые, старше 65 лет. Они чаще всего уже имеют какие-то хронические заболевания. И, конечно же, коронавирусная инфекция утяжеляет течение их заболеваний, которые у них имеются. И эти же заболевания утяжеляют значительное течение самой коронавирусной инфекции. Самыми беззащитными перед коронавирусной инфекцией, еще раз повторюсь, это люди старше 60 лет. Мы все понимаем, что люди болеют не только коронавирусом. Как в это тяжелое время у вас организована помощь другим больным? Помощь, оказывается, можно сказать, в полном объеме. Наверное, мы одна из немногих крупных больниц, которая, в принципе, не остановила оказание помощи ни по одному профилю. То есть это как бы принципиальная позиция главного врача, что Московская областная больница создана для оказания помощи жителям округа. И мы даже в это непростое время стараемся оказывать помощь по всем видам профилей. Те отделения, которые нам пришлось временно переформатировать под лечение пациентов с ковидом, но они существенно не снижают общий уровень и общее оказание помощи жителям округа. У нас все остальные отделения работают в штатном режиме, оказывают не только экстренную, но и плановую помощь. Кроме этого, в это непростое время мы еще и помогаем существенно оказывать помощь жителям соседних городских округов. Это Сергеев Посад, Мытищи, потому что у них больницы почти полностью переведены под лечение коронавирусной инфекцией. Такие самые, наверное, животрепещущие виды помощи для жителей могу назвать. У нас в штатном режиме продолжает работать кардиология, неврология, офтальмология, хирургия, урология, гинекология, роддом, детские отделения, детская соматика и детская инфекция, детская хирургия. Поэтому практически по всем профилям у нас медицинская помощь сохранена для жителей нашего округа. Да, конечно, существуют ограничения. Значительно ограничены посещения пациентов, потому что мы все прекрасно понимаем, есть постановление губернатора, есть постановление главного государственного санитарного врача о том, что ограничить посещение. И, соответственно, для того, чтобы посещения разрешены только для тяжелых больных, передать что-то, это, пожалуйста, не ограничено. Но мы передаем это все на постах охраны, есть тележечки, куда передача должна быть подписана, название отделения, номер палаты, фамилия пациента. И это все складывается, и потом сотрудники это все раздают, развозят по пациентам. А посещать разрешается только тяжелых больных, лежачих больных, когда это требуется. Кроме этого, конечно, не надо посещать уже больных семьями. Один человек, причем у этого человека в обязательном порядке должна быть либо сертификат о вакцинации, либо мазок давностью не больше 72 часов, либо медицинское заключение о том, что он болел в последние 6 месяцев, перенес коронавирусную инфекцию. Эти ограничения есть, очень существенны, и это необходимо для безопасности наших пациентов. Вот мы подходим к теме вакцинации. Насколько я знаю, что статистика вакцинированных не такая, как хотелось бы. Вот как врач, ваше отношение к вакцинации? Как врач, отношение к вакцинации может быть только одно. Однозначная вакцинация. Вакцинация – это серьезная вещь, которая уже очень давно помогает человечеству бороться не только с коронавирусной инфекцией, а вообще с серьезными инфекционными заболеваниями. И именно благодаря вакцинации нам удалось победить большое количество так называемых управляемых инфекций. Корь, дифтерия, полиомиелит. Мы уже забыли, что такое эти эпидемии. А в свое время они точно так же, как коронавирусная инфекция, извините за такое выражение, выкашивали огромное количество людей. Все помнят прекрасно про испанку. Поэтому отношение к вакцинации у медработников, оно однозначное. Вакцинироваться надо, вакцинироваться надо в обязательном порядке. Но не надо реагировать на те фейковые, опять-таки, извините, фейковые публикации, которые идут в сети интернет, по сотовым телефонам распространяются. Но это частные случаи. И обезопасьте себя. Вакцинация спасает жизни. На сегодняшний день четвертая волна, в особенности, там четко показывает эффективность вакцинации. И те, кто действительно смотрит и статистику, и те, кто реально отслеживают мировые новости, статистика уже все доказала. На сегодняшний день те страны в мире, которые провели вакцинацию 70-80% населения, да, в этих странах тоже идет подъем заболеваемости, но в этих странах минимальная смертность. К сожалению, у нас ситуация в стране, об этом говорит и президент, и министр, количество населения, которое вакцинировано, оно недостаточное. Оно находится в районе 40-50%. И как результат, мы с вами по статистике уже бьем все рекорды по смертности. Мы должны понимать, что есть вакцины, которые полностью могут обезопасить нас от заболевания. К сожалению, ну это и не может быть, но вакцины от гриппа и вакцина от коронавирусной инфекции, это другие немножко вакцины, они полностью не обезопасят человека, но они его страхуют от тяжелых осложнений, которые могут вызвать грипп, коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в стационарах, да, болеют. Если человек получает небольшую вирусную нагрузку, то вакцинация может полностью его спасти от заболевания. Но если человек получил массивную вирусную нагрузку, то да, вакцина не застрахует его от заболевания, но она значительно застрахует от тяжелых последствий. Да, среди вакцинированных есть те люди, которые заболевают. Но в 99% случаев они переносят эту инфекцию достаточно спокойно и находятся на амбулаторном лечении. Среди наших пациентов, которые у нас на сегодняшний день находятся в стационаре, вот только сегодня вернулся, сейчас только вернулся с обхода, прошел по всем больным, больше 97% невакцинированные пациенты. Это те, кто не вакцинировался. В реанимационном отделении из 12 человек ни одного вакцинированного. Это страшно. Мы бьем рекорды по смертности. Именно в четвертую волну ежедневные сводки показывают по стране. Смертность превысила тысячу человек в день. Буквально вот в эти выходные мы перешагнули этот психологический рубеж по стране. Поэтому отношение к вакцинации однозначное. И что самое больше всего беспокоит, это как раз таки вот те пациенты, у которых имеются факторы риска. Это как раз наши уважаемые ветераны, уважаемые пенсионеры. Именно их в первую очередь, именно они тяжелее всего переносят эту коронавирусную инфекцию. Вирус стал немножко злее по сравнению с первой волной. Опять-таки, как яркий пример, растет смертность. Но еще раз говорю, вакцинированных среди умерших и среди тех, кто находится в тяжелом состоянии в больницах, вакцинированных среди них, но это эксклюзивные, редчайшие случаи. Основная масса – это опять-таки невакцинированные и возрастные пациенты. Хотя сейчас и много молодых появляется пациентов, гораздо больше, чем в первую волну. И начинают болеть детишки, которые в первую волну практически не болели. Ну, я так понимаю, вирус становится не только злее, но еще появляются дополнительные симптомы, например, желудочно-кишечные проявления, какие-то, дельтавирус особенно. Ну, дельтавирус, он просто немножко агрессивнее. Это одна из очередных мутаций вируса. Не вакцинируясь, мы приводим к тому, чтобы вирус будет и дальше мутировать. Мы ему создаем благодатную почву для дальнейших мутаций, когда мы вакцинировали небольшое количество населения. Вирус, да, вирус немножко видоизменяется, изменяется клиника. Если в первую волну это были только поражения легких, вторая, третья волна – это уже часто встречались поражения желудочно-кишечного тракта. Если вначале основными симптомами было потеря обоняния, потеря вкуса, то сейчас это необязательные факторы абсолютно. Практически не встречался насморк. Сейчас насморк тоже может встречаться. Боли в горле, насморк – это были редкие симптомы для вируса первой волны. А сейчас и это встречается. Да, вирус живет, вирус мутирует. И чтобы ему не давать благодатную почву, опять возвращаемся. Необходимо вакцинироваться. И вакцинировать большое количество населения, чтобы не было ему почвы для дальнейшего развития и мутаций. Наверное, еще раз стоит напомнить нашим телезрителям, как уберечься от вируса. Что нужно делать помимо вакцинации? Ну, опять, наверное, не буду оригинален. Об этом говорится везде и всюду. На всех информационных плакатах, стендах, с экранов телевизора, ношение масок, ношение перчаток, обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции. И, к сожалению, это респираторная инфекция, и никто ничего нового не придумает. И я не просто так вот говорил про малую и большую вирусную нагрузку. Именно ношение масок защищает нас от большой вирусной нагрузки. Но только, уважаемые жители, ношение масок должно быть правильным. Маска, которая висит на подбородке, она не защищает. А та, которая лежит в кармане, тем более. Поэтому маску в общественных местах, маска должна быть надета. Причем она должна закрывать и нос, и рот. Разговоры о том, что нечем дышать, поверьте, это неправда. Мы маски носим постоянно, в операционных по многу часов, в красной зоне по многу часов. Ну, пока еще от маски никто не задохнулся. Поэтому маска должна носиться в обязательном порядке в общественных местах. Наверное, такой вопрос будет в последнем. Все хотят узнать, когда мы победим этот вирус. Что говорят врачи, что говорят прогнозы? Наверное, самое неблагодарное дело делать какие-либо прогнозы. Но для того, чтобы их делать, и для того, чтобы бороться с инфекцией, победить ее, с ней надо бороться. На сегодняшний день бороться медицинскими работниками с инфекцией нельзя. На сегодняшний день опять возвращаемся к тому, что единственный вариант бороться с коронавирусной инфекцией, это проводить массовые вакцинации населения. Не давать ему почву для размножения, не давать ему почву для дальнейших мутаций. Массовая вакцинация. Только это существенно ограничит вирус. Только так мы можем победить этот вирус или хотя бы победить как минимум тяжелые последствия, которые вызывает этот вирус. Спасибо огромное, Александр Александрович, за такую интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в эфире была программа «Прямой разговор» и беседовали мы сегодня с Александром Авериным, заместителем по медицинской части главного врача Московской областной больницы имени профессора Розанова. Носите маски, мойте руки, не болейте.